Ирина, что у нас тут за объект? Это проект целый, который называется White Hall. Вот покажите так вдоль дома, которые идут. Их много. Их много. Здесь находится конкретно 22 здания. И дорога близко шумная? Да. Но здесь все окна построены так, что все окна выходят за дорогу, за 95-ю. Понял, понял. Мы сейчас находимся на самом близком расстоянии к 95-й. Но они в проекте собираются построить стену, которая будет заглушать этот звук. То есть будет потише. Потому что если мы переходим в другой дом, например, этого уже такого звука не будет. Хорошо, хорошо. Значит, чем отличается этот проект? Его строили канадцы. Это 88-й, 92-й год. Он имеет две стейдж. Одна она была раньше построена, а вторая уже с балконами, более как бы модернизирована. Это самые большие два бедрума с дэном, который может быть переделан в третью комнату. И два туалета, которые есть вот здесь практически в нашем гаунте. А какой площади? Здесь идет тысяча восемьсот почти скверфитов. Вау. 1750. Это две квартиры шикарно просто. Да. Поэтому я хочу показать. Месячная оплата идет здесь порядка 425 долларов в месяц. Слушайте, нам много детям, чем мы видели. 425 в месяц. И сюда входит вода и кабель. Почем сдается? Сдается она 1300. Я вам объясню разницу. Вот так в комьюнити первых, которые мы показывали, ее обожают тенд-от. Ее обожают люди снимать. Потому что считается, ну, как бы, она более уютная. Все. Здесь, видите, вот это называется catwalk. То есть вот это вот называется, как кот ходит. Проход. 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 И он создает такое впечатление, что все на виду. Молодежь особенно этого не любит. Поэтому, если мы говорим однокомнатную, которую я вам показывал, 1200 и двухкомнатную, которую вы сейчас увидите за 1300, вы скажете, почему так? Вот потому так. Но там действительно люди ходят, да? Да. Вот мы сейчас пойдем с вами все это посмотрим. Абсолютно идентичные квартиры. Абсолютно все. Здесь находится один большой clubhouse. Здесь находятся 5 сателитных пулов. То есть имеются небольшие бассейны. Квартиры на сегодняшний день можно здесь взять даже 120 тысяч, 130 тысяч. Вот так. И очень легко брать в моргидж. Но, с точки зрения, вот вы сказали, что рендеры не очень любят, а владельцы любят? Владельцы любят. Здесь очень много людей, которые покупают для себя. Потому что низкая ассоциация. Ну, вот люди здесь любят более, как бы, потому что они чувствуют себя очень здесь защищенными. Те люди, которые любят, как говорится, там пари и гостей и прочее, они, наверное, выберут вот ту первую кабинет. Хорошо, хорошо. В зависимости кто что любит. Лайфстар. Вот мы вышли на этот балкон. Так. Вон там, там хайвей. 95-й вы сказали, да? Вот мы вышли на балкончик. Так. И тут прямо вот люди, дверки. Давай свет, я туда сниму. Так. Я хочу сказать, что, действительно, внутри звука не слышно. И, в общем-то, стекла, что ли, какие-то, как это, чем достигается, не знаю. Но, действительно, внутри не слышно ничего. Мы оказались сразу на кухне. Вот тут кухонька. Видите, у них тут такие дела, что свет отключают, когда квартира не жилая. Так. Вот еще раз. Входная дверь. Кухня, на которой мы тут были сейчас. Бедрум с карпетом. Видите, как? Вот здесь есть. Если в Калифорнии карпет обычное делать, то здесь нет. Ой, зеркальная дверь. Тоже очень-очень калифорнийская такое. Это все типично для построек 80-х. Вот это вот зеркальные двери вот эти. Строитель, который это строил, был Эмили Адимаско. Он приехал с Чикаго. И вот он строил здесь огромное количество. Он за 8 лет, 10 лет он построил половину Флориды. Вау. Да. Поэтому вот это все, вы видите, клозеты. Это все оригинальное. То есть так, как было оригинальное. Друзья, вот так раньше строили-то. Не то, что нынче. Так. Идем дальше. Кондиционер. У нас шкафчик рядом со спальней. Тут у нас туалет. Действительно очень типично. Вот я скажу, что в Калифорнии, если бы я видел вот это вот в Калифорнии, я бы не удивился. И сказал бы, это было в Калифорнии. Зеркало большое, хорошее. Удивительно сохранилось. Ни пятен, ничего на нем нет, но он чистенький. Исключительно. Исключительно хорошо. Так. Кухня абсолютно типичная. Только помененный холодильник. Вот это поменя. Абсолютно все такое, как было. Слушайте, я скажу, что классно сделано. Что люди делают? Они открывают вот это, и получается огромное, просторное. Это снимают, делают плоское. Получается огромный просторный вид. Понимаете? Ну да, да. Честно говоря, что никому не надо. Слушайте, но качество отделки... Конечно. И это, смотрите, это формалька, но это такого качества... Ощущение такое, что вчера поставили? Да. Да, да. То есть видно, что не вчера, только вот по, допустим, вот этому, по пленочке вот этой. Да, да. Теперь давайте зайдем дальше. Слушайте, постойте, дайте я покажу, какая громадная комната. Свет, иди вон в тот угол. Ребята, это серьезно... А какой же площади эта комната? Это что-то невероятное. Прямо сказать. Вы видите, что уже ни Света, ни Ирины практически не видно там. Здесь помещаются огромные диваны. Еще остается место для огромного стола. Да, да. В общем-то тут очень много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Преимущество здесь два балкона. Из спальни будет еще балкон? Да, сейчас увидите. Пойдите. Ой, чуть не вышел. Слушайте, а почему вот эти вот приступочки высокие? Потому что дождь. И когда дождь, это специальная защита от дождя. Люди, которые спиливают. И поэтому думаю, что это такое? Люди, которые спиливают, что они? Они просто спиливают, чтобы не упасть. Ой-ой-ой. Так. Здесь, например, ставят то же самое. Видите, некоторые ставят такие балконы, закрывают скрин. Ага. Здесь уже озеро. Ну, здесь скрин, вот тут есть сеточка. Ну, я думаю, люди могут сидеть с метром на балконе. Ну, да. Так. Поехали, повторите. Ну, что, здесь очень мило. Пальмы. Можно нормально? Не касается дороже. Если у нас мошка всякая летает два месяца в году, то, значит, 10 месяцев можно сидеть на улице и там нормально себя чувствовать. Да, вот так вот закрывается, если ты спокойненько, тебе никто не влазит. Отлично. А где второй балкон? Пожалуйста, туда. Ты знаешь, Тать, это похоже на нашу квартиру в Маунтин-Вилл. Вот я только хотела сказать, у нас не было такого, ты видела? Это русская. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем. И вы сказали, что площадь у нее еще раз? 1700 чем? Ну, до 1800. Без балконов. Ой-ой-ой. Ну да, у нас 1200. Да. Ребята, это, это, конечно, простор неописуемый. Сейчас так не строят. Вот поэтому я хотела показать проекты. Мало того, если мы говорим за цену. Ну, это маленький, маленький балкончик. 120, это 140. Это бесплатно? Это бесплатно. Ну, не могу так сказать, это платно. Вы знаете, что я вам скажу? Света, аренда легко сдается 1300. Знаете, что мне это напоминает? Вот когда принтеры продают за 3 копейки, а потом ты платишь и платишь за картриджи с порошком. Ну, здесь. Вот это тоже самое. Тебе отдают почти задаром эту самую квартиру, а дальше ты там, ну, конечно, ассоциация, там еще что-то. Ассоциация, но в любом году. Она еще не высокая, 450. 425, включая воду и кабель. А тут еще и ассоциация копеечная. Вода и кабель включена. 100 каналов. Слушай, это просто… А интернет нет? Нет. Света, если бы мы жили тут, а не там, у нас бы таких штук 20 уже было. Ну, вот у нас покупают их. Вот сейчас на маркете, например, конкретно всего 5 таких квартир. Понял, понял. Это уже цену поставили, слушайте. Ребята, мы… Я не могу сказать, что мы жили все это время в неправильном месте, но я хочу сказать, что здесь место тоже очень классное. Нет, я вам хочу сказать, что я вам показываю проекты, которые, как говорится, уже проверены людьми, инвесторами и прочим. Потому что ко мне очень много людей приезжает, и посмотрите на этот… в таком классике можно жить. Да, друзья, в таком классике можно жить. А, свет есть. Окей, здесь есть немножко света. Мне… Я уже предвижу, что мне кто-то из наших зрителей скажет, да мы в семью из трех человек в таком классике живем. Посмотрите, да. Сейчас что именно? Вот еще. Раньше строили так, люди использовали любое, ну, как сказать, помещение, любую возможность, чтобы куда-то положить. Поэтому, вы представляете себе, да, количество всего. Да, да. Многие я видела, как делают реставрацию. И это вот оригинально, это все вот так, как было оригинал. Слушайте, а что это вот там кран такой? Это… Это… Это ножки мельские мельские мельские. А, не то что для собачки там? Нет. Ножки для собачки. Здесь разрешается собачка одна, меньше двадцати паунтов. Ага. Не больше десяти килограмм. Ну, десять килограмм тоже может быть прилично собачка, да. Всякие чуваки. А это для ножек, да, это вы в других местах не увидите. Очень интересно. Я хочу сказать, что как раз мы вот пару дней назад собакали новые дома, и мы обнаружили место, где можно действительно стенку открыть, и там что-то такое сделать. Так вот здесь уже все это продумано и открыто. А тут, например, есть ограничения на процент сдачи? Нет. Тоже нет. Поэтому оно для инвесторов как бы должно было быть привлекательным. Да, да, да. Но комплекс громадный получается. Здесь много зданий. В каждом здании много квартир. Видите, вот это клабхаус, например, конкретно. Вот там наверху. А сколько всего тут, сколько юнитов в этом комплексе? Ой. Да. Ну вот мы видим клабхаус, то есть там бассейн, я вижу, краешек вот там. Да, да. Краешек бассейна. Вот таких бассейнов здесь пять. Ой. То есть каждый вот такой экзамен у меня бассейн. Надо сказать, что каждый бассейн стоит денег, и вот эти 400, то что вы сказали, при пяти бассейнах. А плюс посмотрите, капустыки все подстрижены. Изумительно. А плюс ничего у вас не летает. Слушайте, а у вас травку надо поливать, да? Она не будет вот на естественном... А тут поливается. Ага. Потому что у нас, во-первых, сразу высыхает. Ну у нас поливается. Правда? У вас как бы влажность высокая. У нас вообще я хочу сказать, что именно в нашем каунте, у нас очень много уделяется внимания именно дрова, я имею в виду ландскейпинг, все что по уходу очень много Когда травка аккуратно подстрижена, вид несопоставимый, когда просто травка. Я хочу спросить, вот этот дом, он весь оригинальный, да? Да, все абсолютно. Вот если, например, допустим, снести все, черта мать, сделать ремонт, ремонт, ремонт. Дом снести или квартиру? Нет. Убрать потолки, типа корм, сделать верхнее освещение, сделать полы нормальные. Цена? Вот сколько будет такой? Я вам так скажу. Сколько в рент, например? В рент будет все равно 1450. То есть много не возьмешь. Ты не отобьешь. Это, что называется, овербилд. Когда деньги потрачены на аренде, несколько минут. Понимаете, да. Потом, понимаете, что, ну хорошо, вы снесете попкорн. Ну, понятно. Но, опять-таки, если вы для себя делаете, это понятно. Для аренды что нужно будет? Для аренды нужно будет открыть кухню, естественно, да. Для аренды нужно хорошо широко открыть, положить новый карпет или положить, опять-таки, плитку или что-то. Все. Больше ничего не надо. Мы еще и посмотрели еще одну комнату. Угу. А, давайте. Я хочу сказать нашим зрителям, что Светлана не является типичным инвестором, который измеряет вот категориями возвратный инвестор. Это называется Дэн. Дэн. То есть, ввиду комната без окна. Вот таким. Это называется Дэн. Очень многие, я видела, как красиво делаю. Все еще на комнате. Значит, здесь вкладывается нормально офисы, очень многие делают. Мало того, я видела проекты, где открывают эту часть и ставят в прозрачную дверь. И таким образом у вас вообще получается. Вот тогда все-таки вот стирать. А здесь закрывают очень красивым тоненьким шкафчиком. И вы даже никогда в жизни ее не покрываете. Матеральная сушильная машина. В общем-то, дожди. Дожди займите. Розетка там правильная. Ну, конечно. Это место для талантрии. Да, да. Все. И у вас здесь совершенно свое частное. Вот это можно тоже или снести, или опять закрыть. И у вас получается очень уютно. Я бы сказал, здесь как бы есть элементы роскоши. Нет. Но это помещение, на самом деле, всегда не хватает. В особенности в квартирах. Тут можно шкафов поставить. Не хватает места. И в аренду сдавать. Соседям. В квартирах очень часто не хватает места раскладывать барахло. Очень часто бывает, что нужен еще один холодильник. Да. А вот даже как суть. Банки с краской. Ты не хочешь выкидывать, потому что когда нужно подкрасить там три сантиметра. Я покажу по плечи. Я все покажу. Так вот, я возвращаюсь к мысли о том, что Света не обычный инвестор. Она любит сделать качественную вещь. Даже если это... Да. Потому что у меня как бы руки, честно, для меня этот ремонт не ремонт. Но у нас люди избалованы. У нас такое не проходит просто. Вот смотрите. Ирина, где? Вот здесь фильтры, краски, все штуки. А, вот тут в уголку. Банок с краской. Изумительно. Изумительно, да. Хорошо.